Валерий Курасов Я говорю, ну ладно, это я понял, что Виктория Сикрет сейчас тяжело приходится, это все понятно. А чего хорошего тогда ты видишь? Ну там поговорили, сейчас поговорим об этой частости, об этих трендах. Но интересно, действительно вот эта жизнь, она очень круто изменилась. Мы все жили в определенной как бы вселенной, в которой были свои координаты. Эти координаты очень сильно изменились, действительно изменились. И мне кажется, что то, что происходит на наших глазах, в какой-то момент, наверное, через 100, 200, 300 лет, если, конечно, Земля будет, будет рассматриваться как эпоха какого-то ренессанса, эпоха каких-то кардинальных изменений. Потому что изменилась не только, изменились не только инвестиции, изменилась вся наша жизнь, все наши мироощущения. Простейший пример. Какая сейчас главная проблема в Америке? Нехватка рабочих рук. Нехватка рабочих рук, которая приводит к тому, что просто-напросто вот везде написано wanted, 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 готовы платить любые деньги кому угодно, чтобы только люди работали. Опять же, брат говорит, ты знаешь, дочка его, ну, моя дочка, она говорит сейчас, одно место работаю, перехватываю другое, третье. Девчонке 17 лет. Это востребованность дикая. Почему? А никто не хочет работать. Вот, понимаете, когда Паула говорит о том, что мы доведем безработицу до уровня, который был до кризиса, то никто из ученых, может, и ФРС, не задумывался о том, что базовый уровень, он изменится. А почему? А потому что люди изменились. Очень многие люди настолько привыкли сидеть дома, что по сути своей говорят, а зачем мы пойдем в какую-то не очень хорошо оплачиваемую работу, будем получать на 200, на 300, на 500 долларов больше, чем то, что мы имели сейчас. Мы уже обросли какими-то делами. Мы долго посидели дома. Понимаете, вот эти изменения, долго посидели дома, они изменили очень-очень много. Многие люди стали профессиональными инвесторами. С одной стороны, конечно, нам всем это замечательно. С другой стороны, господа, ну мы все помним эту историю про чистильщик. На сапог классический, с этим все понятно, ботинок точнее. Проблема не в этом. Я действительно это ощущаю сам, когда каждый день, когда я прихожу куда-нибудь, неважно, кто-нибудь увлекает, говорит, слушай, ну ладно, все понятно. Чем-то крайне далекий от мира инвестиций. Слушай, все понятно, но будет расти еще будет. Или там, ну все что угодно. Меня это напрягает по двум причинам. Причина первая. Я всегда задаю себе вопрос, а who's the next? Кто следующий? Кто еще тот, кто новый войдет на этот рынок? Ну понятно, сейчас вливаются деньги, но они скоро вливаются, перестанут. И тут еще одна проблема. Вот эти кризисы, которые начались, сперва энергетический кризис, который очень сильно ударил по всему. И главное, по пониманию, что инфляция нанадолго. Потому что если растут цены на нефть, на газ, на все что угодно, то это означает, что в какой-то момент просто себестоимость всех товаров изменится. Это первое. Второе. Мы все с вами понимаем, что вот эта дикая потребность в рабочей силе и неквалифицированная, и квалифицированная особенно, квалифицированных работников с огнем не найти, это я знаю. Приводит к следующему, что ко мне приходят мои сотрудники и говорят, слушай, ну все понятно, а Сбер платит больше. Спасибо, Герман Оскарыч. Дайки Бог здоровья. Вот. Мне там приходит молодая аналитика и говорит, слушай, Герман Оскарыч мне уже предлагает столько-то и столько-то. Вот. Будешь платить? Не будешь. Ну вздыхаю, приходится. Но эта тенденция повсеместная. Идет инфляция по всему миру. И в какой-то момент работодателям приходится повышать оплату труда. Мораль. Это вторичное, критичное закручивание этой самой спирали. Дальше опять это все ложится на себестоимость. И пошло-поехало. Таким образом, господа, строя какие-то модели и ориентируясь на то, на то мироощущение и ту вселенную, в которой мы жили раньше, тот же самый Паул вдруг сталкивается с тем, что модели перестают работать. Или другой момент. Нет. Смотрите. Вот очень интересная вещь. Сегодня мы все привыкли к классическим моделям. И пьесам, мультипликаторам и прочее. Мы знаем, что такое дорого, что такое дешево. Но мы понимаем, что это тоже изменилось. Потому что картинка меняет этот мир. И помните этот фильм, мой любимый, «Хвост и левящий собакой», когда картинка начинает формировать новую вселенную, новое мироощущение и, самое главное, новое действие, как по Соросу, принципы теории рефлексивности. Так вот, все это работает сегодня. И непонятно, что делает этот мир. И что первична материя или наше понимание и сознание. Но немножко я отвлекся. Перейду к своему докладу. Друзья, когда мы говорим о финансовых рынках в разрезе того, что произошло в этой маленькой вселенной, мы понимаем, что они производны от этого мира и они не могут не измениться. Но давайте рассмотрим, что такое финансовые рынки. Финансовые рынки – это некое абстрактное понятие. И, с другой стороны, сочетание нескольких факторов. С одной стороны, те, кто там инвестирует, инвесторы, физические лица, коллективные инвестиции и прочие, прочие, прочие фонды, чиновники от инвестиций. Почему я так называю? Потому что, вы знаете, очень легко прогнозировать, что будут делать большие фонды, потому что ты понимаешь, что они управляют определенным образом заряженные на свои постулаты чиновники от бизнеса, чиновники от инвестиций. Это неплохо, я не ругаюсь на них, просто они такие. Они работают по определенным правилам, потому что их судят по определенным правилам. Так вот, коллективные инвестиции, чиновники, частные инвесторы, коллективные частные инвесторы, имеется в виду объединенные, как я люблю говорить, в стае. Многое изменилось, об этом мы поговорим. Регуляторы, которые сегодня сходят с ума и пытаются понять, как им регулировать то, что непонятно. Как можно регулировать крипту? Ну, это ладно, это самое простое. Как можно регулировать эти собравшиеся воедино стаи? И нужно ли их регулировать? И занимаются они манипуляцией или не занимаются манипуляцией? И вообще, что делать? Вы же понимаете, что задача чиновника, что делать? Регулировать. И все поставить под свой контроль. А как? А законодательная база, она не готова. Значит, надо менять законодательную базу. Ну, а менять законодательную базу надо объяснять чиновникам уже от политики, что происходит. Но чтобы им объяснить, надо самим это понять. А чтобы самим понять, нужно, наверное, для начала свести собственный телеграм-канал или ютюб и посмотреть на законы жанра. Приплыли. Что определяет развитие материи или сознания? На это я шучу. Далее. Ликвидность. Мы прекрасно все понимаем, что сегодняшний рынок формирует исключительно ее съездство ликвидность. И ничего более. Деньги. Деньги, которые есть сегодня у многих, у всех. Все заработали. Все сидят. Многие сидят на заборе. Многие наслушались таких же, как я, умников или там известного всем Васю Оленика, который говорит еще немножко и все мы умрем. И это не важно. Вася сам шутит над этим постоянно. Так вот. И деньги сидят на заборе. И речь идет о сотнях миллиардах долларов. И любую просадку эти деньги выкупают. И что дальше будет с этой ликвидностью? Она испарится или нет? Поговорим об этом. Ну и, наконец, последнее. Вот эта новая реальность, соцсети, телеграм-каналы, я не знаю, там, ютуб-каналы, новая формирующаяся реальность и объединение людей, которые могут творить чудеса. И одновременно, это плохо или хорошо, борьба с жирными котами, которые двигают этим рынком, когда объединяются инвесторы под флагом Реддита, Робин Года и так далее, и начинают изменять эту вселенную. Ну, так как они понимают, по-бунтарски, мы наш, мы новый мир построен, все понятно. Покажем жирным котам. Окей. Показали раз, другой, третий. Жирные коты переформатировались. Сказали, ну ладно мы, если нельзя движение приостановить, его надо возглавить. Жирные коты тоже стали действовать в соответствии с той же практикой. Но рынок, он же балансируется сам. В частности, если где-то слишком много шартов, значит их быстро закрывают, ну и так далее. То есть это тоже формирует некие новые реалии. Это все очень интересные, которые, кстати, начинают влиять на развитие реального бизнеса. Потому что если какой-то бизнес абсолютно виртуальный, абсолютно дурацкий, вдруг начинает приобретать огромные деньги и возможности, ну проводить СПО, там размещаться, и люди готовы его покупать, то эти деньги возникают из ниоткуда. И владельцы этих бизнесов начинают покупать реальные бизнесы. И в какой-то момент мы говорим, стоп, компания, которая должна была умереть, и вообще нелогичная и глупая, но собрала такие деньги и купила в итоге вот это, вот это, вот это, и все изменилось. И мы, классические аналитики, садимся в лужу и говорим, подождите, но они же должны были умереть. Что происходит? Ну, давайте обо всем по порядку. Итак, инвесторы. Во-первых, существенно выросло количество клиентских счетов, мы это все понимаем, и это не только в России, это везде по всему миру. Все стали инвесторы, все сидят дома, все рассуждают о преимуществе Боинга над Airbus или Airbus над Боингом, все рассуждают о том, что все-таки лучше. С чем меня сегодня разбудил мой брат, собственно говоря? Слушай, говорит, у меня нет барик, но может мне все-таки кин раззать? Твою же дивизию. Я ему говорю, занимайся лучше своими облачными технологиями, не морочь мне голову. Кстати, расскажи о трендах, поговорим. Итак, дешевые деньги, понятные. Люди все бросились покупать ценные бумаги, потому что видят перед собой огромное количество дешевых денег, дешевый кредит, дешевые возможности для реверджа. Ну, к примеру, почему растет недвижка? Потому что берут ипотеку под 1,5, под 1,2, под 1,6% годовых в Америке, в Канаде, в других странах. Вот она прет, и как и у нас. У нас 7 это дешево, там это, ну, было бы недавно, сейчас 9. Там у них там 0,8 брать. Вот мне звонит сын. Папа, мне брать под 0,8 флоутинг, 0,9, или там под 1,3 фикс? Ну, я ему, естественно, конечно, бери фикс. Папа, ну фикс же настолько дороже. Я говорю, что значит дороже? Ну, как 1,3? Это же больше, чем 0,9. Тут, понимаете, у меня раскрывается рот, и я пытаюсь ему объяснить, что 1,3 это бесплатные деньги. И в условиях инфляции бери, пока дают. Тут я себя ловлю на мысли, что я становлюсь проводником этой же самой политики. Бери, пока дают. Тогда я начинаю задумываться. Сын, говорю, а то вернешь, ты все-таки собираешься покупать дом за 1,6 миллиона долларов. Ой, пап, верну, у меня все нормально, все хорошо с работы, выстребован. Ну, хрен с тобой. Но проблема же не в этом. Знаете, в чем проблема? Многие что делают? Выросла стоимость домов в Америке, в Канаде, опять же, в других странах европейских. У тебя выросли эквити. Все понимают, что это такое. Иначе говоря, я положил в дом полмиллиона долларов, банк мне дал кредит еще полмиллиона долларов, дом стоит миллион. Я купил. Взлетела стоимость. И теперь в моей эквити, скажем, полтора миллиона стоит дом. А прыжки сейчас такие. 30% за полгода, 40, 25. Реально это вот сейчас происходит. Это значит, что твоя эквити уже не полмиллиона, а уже, соответственно, миллион. Ну, то есть 500 кредит, и твоя эквити. Вот эти эквити банки, что самое смешное, готовы брать. Готовы давать новые кредиты. Эти кредиты люди используют либо для покупки недвижимости, пока процентные ставки дешевые, и денежный поток, кэш-фу положительный. То есть от сдачи деньги, деньги от Морганча примерно равны между собой, даже какая-то копейка остается. Что будет, когда взлетят ставки до хотя бы, не знаю, там, 2% годовых, что для нас смешно. А у них же будет отрицательный денежный поток. Два с половиной, они побегут продавать свои дома. Ну, это так, слово. Итак, дешевые деньги. Рост объема ликвидности на рынках. Понятно. Жажда наживы. Господа, изменилось кардинальное мироощущение клиента. Когда ты ему говоришь, дорогой мой, ну вот, давай ты сейчас хорошо заработал, давай по 4 годовых там вот есть. Он такой вот есть, он такой в долларах. Шикарно, это же здорово, если на 4 года. Он тебя смотрит, ну не все, конечно, но 80% на тебя смотрит, как на буй на помешанную. Какие 4%? Ты о чем вообще? Ты замшелый, застыл у своих этих самых. Да я сейчас дивидендные акции возьму, и это лучше будет. Ты начинаешь робко говорить, ну ты знаешь, ну в общем-то бывают риски. Ну, народилось новое поколение инвесторов, которые не понимают эти риски. То есть теоретически, да. А практически, когда, например, на рынке нет покупателей в принципе, они этого не знают. Так и бывает. Оно бывает, к сожалению. Желание заработать здесь и сейчас, но это понятно. Люди говорят, вот вчера вырос, я не знаю, там на рынке Белуга, сегодня взлетел КамАЗ, после этого слетит, я не знаю, там Интеррау и так далее. Мы понимаем, что надо вкладывать в Россию, к примеру, потому что там все взлетает. Если в какой-то день что-то не взлетело, это непорядок. Это что-то не то происходит. И когда ты говоришь, друзья, ну РГБА это падает, банды-то наши слезают вниз. Понятно почему, но эта штука некомфортная для того, кто понимает, что в общем-то банды это основа рынка, фундамент этого дома. И ты понимаешь, что ну вот как бы оно так, это изменилось. И это заставляет думать, и это заставляет понимать, что люди, которые в какой-то момент, они выкупают падение, они берут на заберечь падение, но в какой-то момент денег не хватит. Вопрос когда? Ну, снижение популярности фондов, здесь мы понимаем, потому что каждый себе голова. Человек говорит, а зачем мне отдавать деньги дяде, если вот тут я сел, приложение. И вот как раз вот эти самые, он говорит, приложение, это же так просто. Нажал на кнопочку, нажал на другую кнопочку, купил, продал, все ясно, доступность. Понимаете, а доступность рождает вседозволенность. А вседозволенность, опять же, звонит мне мой сын. Пап, я тут что-то в леверич залез. Знаешь, что-то это, погорячился. А говорю, как же тебе такое удалось-то, милый человек. Зачем ты это сделал? Может, с тобой много раз говорили, не работай на кредитный. Да ты знаешь, чего-то вот тут вот, вот ты мне говорил, сын надо взять. Вот я его взял, он подсел, я его еще раз взял, но на кредит. Ну, как-то так случилось. Ну, получил свою дозу, так сказать, горячих, но дело не в этом. Понимаете, проблема в том, что большинство инвесторов сегодня относятся к этому, как само собой разумеющееся. Кнопку нажал, кредит взял, получил, продал. Надо, еще взял. Бан не дают, пожалуйста, почему нет? Хорошая прибыль. Все контролируется, риск-менеджмент. Если что, продастся. Люди этого не понимают. Люди не готовы сегодня к большим потерям. Это серьезно. Пойдемте дальше. Ну, то, что у нас количество счетов выросло, это понятно. Теперь регуляторы. Регуляторы сегодня, ну, неким образом в растерянности, потому что, во-первых, они немножко не понимают, что делать, как я уже сказал, с этими рынками. Они не понимают, как и куда идти, и как регулировать. И об этом, от этого постоянные дискуссии. И на уровне российского регулятора, поверьте. И сами регуляторы приходят, кстати говоря, очень часто к нам, к лидерам мнений, приходят, собирают, в частности, и тех, у кого большая аудитория, спрашивают. Вот на днях, например, тот же самый Мамута встречался там с рядом руководителем, владельцем телеграм-каналов, инстаграм-каналов. И тоже интересовался, что как. Они постоянно спрашивают. Они реально не знают. И, слава богу, что спрашивают. Это очень хорошо, молодцы. Понимаете, проблема в том, что регуляторы всех стран столкнулись с тем, что это вызов. И как на него реагировать. И, грубо говоря, вот смотрите, простейшая вещь. Соратники Пауэлла, имеется в виду вот эти вот ребятки, которые являются руководителями региональных банков РС, сами были учены в инсайдерской торговле. И не считали, что это какая-то трагедия. Но все узнали, сказали, как нехорошо. Кресло закачалось теперь застопаться Мин Пауэллом, что, в общем-то, серьезно. Более того, я так понимаю, что сейчас могут этим воспользоваться. Вопрос, кто будет. Очень возможно, что и поставят на его место еще больше. Голуби, наводнение ликвидностью продолжится. И все наши модели и ужас-ужас полетят куда-то далеко. Понимаете, как интересно? Но проблема в том, что они не считали, что это за зона. Мы понимаем, что это инсайдерская торговля. Окей. А что считать инсайдерской торговлей? Давайте я вам задам другой вопрос. Вот есть у человека, там, не знаю, Телеграм-канал, Ютуб-канал. Он говорит о каких-то имитентах. Эти имитенты взлетают в цене. Это манипулирование. А когда Голдман Сакс дает свой отчет какой-то там, или Морган Стэнли, и из-за этого акции взлетают. А сегодня по силе воздействия, ресерч от Голдман Сакса и какое-то исследование вот какого-то там известного или не очень известного блогера, или, как говорит Дима Потапенко, блогера, так вот, оно же примерно воздействует почти одинаково. Люди смотрят, покупают или продают. Если это аргументированно, понятно, то люди это делают. А иногда непонятно, неважно. Он знает. Толпа идет, даже иногда часто не соображает. Это манипулирование. Ну, какое это манипулирование? Хорошо. А если этот блогер покупает эти же самые бумаги, они растут, это инсайдеровская торговля? Наверное. А если он управляет активами, говорит, вот это хорошо, вот это я покупаю, а вот это плохо, это я продаю. И честно то же самое делает. Это инсайдеровская торговля. А чем это регулируется? Я задаю простейшие вопросы, потому что никто не может ответить. И мы все знаем борьбу одного очень известного товарища против ЦБ, который там обвинился в смертных грехах, а потом суды-то рассыпаются. Потому что, по сути, свои законодательные базы нормальные, они прописаны. И это и хорошо, это и плохо. Или если мы возьмем не Россию, возьмем Реддитов. Ну, ведь это же понятно, что они целью бумаги для того, чтобы заработать. Значит, это типичные воды манипуляция рынка. Хорошо. Манипуляция – это что? А вот тут начинается дефиниция. И начинаются вопросы. И очень часто все эти процессы рассыпаются ни с чем. Почему, например, регулятор имеет претензии американские к Робин Гуду? Да не потому, что Робин Гуд, скажем так, участвует в этих схемах так или иначе. А потому что он где-то нарушил, наоборот, права инвесторов. Понимаете, какая смешная ситуация? Аль Капоне, как известно, посадили не за многочисленного убийца, а за неуплату налогов. Потому что за убийцу его никак не могли посадить. Я просто к чему это говорю? О том, что действительно ситуация меняется, и регуляторам нужно реагировать на вот эти революционные изменения, они не знают как пока. Они смотрят, думают, но они возьмут это под контроль. И в действительности те процессы, которые сегодня происходят, они меня, если хотите, немножко пугают. Почему? Потому что нам потом в итоге нормальным людям, которые нормально хотят торговать, будет все сложнее и сложнее, и сложнее. Как нам сложно стало взаимодействовать с нормальной банковской финансовой системой. Каждый из нас знает, что сегодня, ну вот уже еще немножко, и все наши переводы как физиков будут так или иначе блокироваться, мы об этом слышали. Но каждый из нас знает, что невероятно сложно провести финансовую транзакцию. Это вообще катастрофа. Я очень хорошо помню 2008 год. Я там запланировал одну сделку, там мы несколько инвесторов уложили деньги, кроме того взяли кредит в одном фонде, ну такой суд у нас сделку, бридж так называемый. В один день деньги сконцентрировались на искровом счету одного прибалтийского банка, тогда еще можно было с ними работать. В тот же день произошел матч, иначе говоря, актив перешел, деньги перешли, деньги ушли. В этот же день, ну я попросил ответственных банкиров, они работали, кстати, как часы. Они уже перебросили деньги обратно, плюс комиссию этого фонда, мне было жалко терять деньги. Вот такое жадное. И все, сделка закрылась. Друзья, одним банковским днем у нас меняется жизнь на глазах. Сегодня каждый из нас может подойти к банкомату, похлопать глазами, ему выдадут деньги. Сделал три хлопка глазами, выдали деньги, четыре, тебя приняли деньги, не знаю, пять хлопков тебе показали состояние твоего счета. Возможно? Да, возможно. Силой мысли, там я не знаю, еще что-то сказал, телепатии, уже тоже скоро будет возможно. Жизнь стремительно идет вперед. Что происходит с банковскими транзакциями? Мой пример конкретный. У меня есть счет в одном западном банке. У меня там есть какие-то деньги. Я, как обычно, ну, мне привык, так посылаю распоряжение, там, оплатить то-то и то-то. Мне ответ, вы знаете, вот мы перешли на электронную систему, поэтому вам надо по системе банк ЛЕС взаимодействовать. Я говорю, ребята, нет вопросов, пришлите, пожалуйста, коды. Присылают в мае. Что у нас октябрь, да? Я еще не получил. Три раза я звонил, что, ребята, я не получил. Говорю, да, извините, мы сейчас посылаем, наверное, что-то не то. То ли дичь, или не доходит, не важно. Я звонил очередной раз на днях, говорю, ребята, ну, примите тогда, пока у меня нету. Нет, мы не можем. Нам нужна желая подпись. Я говорю, и что вы предлагаете? Ну, как вы, письмо пошлите. Мы письмо получим, там будет желая подпись, мы исполним ваше поручение. Итак, 21 век. Почтой пошлите письмо. Я говорю, хорошо, давайте я сейчас возьму билет, прилечу к вам, и вы мне дадите ваши ключи управления, я сяду спокойно, все приказы дам, у меня будут ключи управления. Нет, так нельзя. Мы уже перешли на практически безофисную систему, поэтому у нас нет возможности вам передать, и мы не имеем права вам передать в руки. Круг замкнулся. Я сижу и думаю, как бы я любуюсь этими деньгами, только им пользоваться не могу. Доживаю. То есть технически я могу все, что угодно. Практически я не могу ничего. Мы знаем другой момент, когда сегодня вот этот колоссальный спрут под названием compliance душит абсолютно все. Начиналось все достаточно разумно. Мы будем бороться с отмыванием денег, с неуплатой налогов и с финансированием террористов. Решили, так сказать, банкиры, собрали, так сказать, собрались в стае, сделали такую штуку под названием MIFID, все здорово, согласно, описали, что можно делать, что нельзя делать. Хорошо. Возникли чиновники от compliance. Прекрасно. Они все стали так или иначе изобретать различные правила. Дальше закон Мерфи. Количество чиновников плодится со скоростью мысли. Чиновники начинают регулировать каждый чих. Сегодня для того, чтобы произвести транс... Бог снизил транзакции, открыть счет, ты должен доказать не только происхождение своих денег, но гораздо больше. И вообще объяснить свои намерения. Ладно. И мы идем дальше, 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 понимаем, что количество этих чиновников будет расти. Это неизбежно, как победа коммунизма. И этот спрут потихонечку будет контролировать. Вот я, скажем так, руководитель инвестиционного банка. И я знаю, сколько бумаг мы плодим. Сколько мы получаем вопросов, отчетов, как трудится каждый день контролер, не подкладая рук юрист, помощник юриста, риск-менеджер. Не могу продолжать долго. Сидит огромная раба, высокоплачиваемых людей, которые занимаются тем, что бумажки пишут, ответы. Все предели, все предели. Мой вопрос, как это повышает производительность труда, как это способствует нормальной работе. Я знаю, что повышает себестоимость. Больше ничего. В дальнейшем, я думаю, что все это приведет к тому, что крупняк съезд маленьких. И, скажем так, тем, кто меньше определенной суммы, будет все сложнее и сложнее. Последний прикол наших регуляторов. Мы все, может быть, знаем, может быть, нет. Теперь уже брокерские компании начинают работать как банки. То есть начинается резервирование, риск-менеджмент. Это меня вообще убило. Когда мне звонит партнер и говорит, слушай, надо денег донести. Я говорю, это капитал. Ну, собственные средства. Я говорю, а зачем? Ну как? Мы же держим валюту клиентов, клиентские щитна в банке. Я говорю, ну, держим. Ну, это же валютная позиция, это же риск. Так, ну, мы же держим в банке деньги клиентов. Да, а банки дисконтируются. Банк может обанкротиться. Так, а ничего, что мы держим в сбере? Не, не, все равно коэффициент 0,5. Я ее... Понимаете, да? То есть начинает доходить до каких-то абсурдов. То есть брокерская компания, которая не дает кредитов, не берет никаких рисков. Единственный риск – это то, что деньги клиента находятся в этот момент на спецброкерском счету в надежном банке. Все равно доложи денег капитал, потому что это риск-менеджмент. И пошло-поехало. Я привел маленький пример нашего регулятора. Друзья, это по всему миру. Все это будет приводить, естественно, к тому, что будет выживать крупнейшее. А дальше что будет? Правильно. Рост тарифов. Мы видим, какие замечательные тарифы вводят Сбербанк и прочие, иначе, уважаемые структуры. Особенно тарифы, которые скрытые. Покупайте, ребятки, ноты, внутри которых риофер составляет 5, 7, 8, 10 процентов. Покупайте, хороший продукт. Я могу долго ругаться, лучше пойду дальше. Частный инвестор. Инвестор. Он раньше был инвестор, он отдавал деньги в боевые фонды, он теперь стал профессионалом, он сам сидит дома в пижаме. Кстати, спрос на пижамы вешали. Тоже, опять же, из разговора с моим братом. Рядом с ним магазин, который продает пижамы. Говорит, ты знаешь, вот рядом там галстуки, галстуки не пользуются спросом. Его жена говорит, кричит, ливчики, ливчики. Ну, это понятно. Пижамы. Говорит, понимаешь, расхватывают. Все сидят дома в пижамах, очень удобно. Это тоже изменило нашу жизнь, это смешно, но это факт. Так вот, все стали профессионалами. Все говорят, а зачем мне эта жизнь, зачем мне эта работа такая, зачем мне эти взаимоотношения с налоговыми, я сяду вот управлять своими деньгами. Денег-то много. То есть количество профессионалов растет. Мы все знаем про знаменитые круги ада. Я их так называю. Первый круг – это профессионалы, которые всегда на рынке, которые на рынке, так сказать, работают, оказывают сервис, сами являются инвесторами и так далее. Ну, типа вот многих из нас. Есть второй круг – это инвесторы, которые инвестируют, там, часть своей зарплаты в боевые фонды. Они, ну, по сути своей профессиональные инвесторы делают свои пенсии, только они далеки от этого дела, доверяя профессионалам. Окей. Есть третий – это все остальные, это огромная публика, которая обычно приходит на рынок, когда рынок бурлит и уходит, когда рынок падает. И чаще всего теряет деньги, подкармливая первых и вторых. Ну, такова жизнь, ничего не изменилось. Но в тот момент, когда третий круг стремительно влетает в первый и говорит, я тоже, я тоже, я тоже профессионал, я тоже теперь буду там жить. И я всем покажу, потому что вы все старики, а у меня машин-ленинг, и вообще я знаю, теперь что делать. Я сделал специальную программу, и у меня она управляет, и у меня свои алгоритмы. Мне хочется сказать, да, действительно, оно все есть. Ты прав, ты можешь стать профессионалом своими алгоритмами. Проблема в том, что философию жизни не изменить. И когда третий круг ходит в первый, происходит какой-то взрыв. Какой мы сами не знаем. Но это революция, которая происходит на наших глазах. Почему это плохо, я сказал. Это растет маржиналка, возникает эффект толпы, тот самый, про который я говорил. Бежим и бежим. Чего бежим? Потому что бежим. Поэтому зум такой дорогой, поэтому, ну и так далее. Примеров масса. Ну и растет, вот что меня пугает сегодня, самоуверенность этих людей. Самоуверенность неофитов. Вы знаете, тот интеллигентный человек, который всегда сомневается в том, что он говорит, что происходит, который критически относится к жизни. Люди перестали критически относиться к этой жизни. Это тоже очень серьезно. Вот оно так происходит, и это правильно. А вы со своими банальностями идите все в баню. Ну, я уже сказал про регуляторов, пойдемте дальше. Дальше, дешевые деньги, это я уже сказал, стимулы от ФРС. Мы видим, что ФРС в восьмом году предоставила там 1,3 триллиона, а дальше потихонечку там предоставила ликвидность, которая потихоньку снижалась. Что сейчас? Март 20-го почти 3 триллиона за 3 месяца, а потом 120 миллиардов. ЕЦБ примерно то же самое. Ликвидность, ликвидность, ликвидность. Не отстают от этого, не отставали ни банк Англии, ни банк Китая. Эвергрин. Проблемы, что делает Центральный банк Китая, Народный банк Китая. 50 миллиардов за несколько дней вливают. Проверенный способ. Это называется классическое пинание банки. Если мы не знаем, что делать, пускай об этом думают наши потомки. Мы еще денег нальем. Но, господа, что бывает, когда со всех сторон печатают деньги? Все понятно. Каждый решает свои проблемы. Итог. Рост активов ФРС в ЕЦБ. Сами видите по графикам, насколько драматические. Вы скажете, ну хорошо, на балансах этих богоугодных заведений, эти огромные денежные массы, огромные объемы облигаций. Господа, в принципе, ничего трагичного в этом нет. Американский госдолг растет, растет. Они еще напечатают, напечатают. Кто-то сомневается в том, что доллар самая надежная резервная валюта мира. Ну, мы все сомневаемся, только я всегда задаю вопрос, а куда дальше? Ну, хорошо, все. Похоронили доллар и ИИ. Пойдем в швейцарский франк. Представляете, какой курс будет у швейцарского франка, и как быстро разорятся швейцарцы своими часами и шоколадками. Хорошо, японская иена. Ну, японцы будут рыдать очень долго, потому что вся их промышленность полетит к чертовой матери. Нету сегодня в мире ни одного защитного, вернее, ни одной спасительной гавани, ни одной валюты другой. Евро также печатают, пожалуйста. Только еще проблемы в еврозоне огромные, и разрыв между Португалией и Грецией, и Германией, например, и Бельгии, ну, колоссальный. И ментальный, психологический, и, ну, все что угодно. Что у нас остается с вами, друзья? Канадский доллар, маленькая локальная валюта. Китайский юань, ну да, он очень крепкий. Но они печатают тоже как не в себя. И мы видим, что у них долговые проблемы колоссальные. И долги домохозяйств Китая настолько большие сегодня, что, ну, это просто страшно за них. И долги коммерческих банков и предприятий Китая огромные, не растут с катастрофической скоростью. Ну, наверное, не я. Тогда я задаю себе вопрос, а куда? На другую планету? Покажите мне ее. Единственный актив, который вот более-менее разумен в этой ситуации, простите меня, но это как? Либо крипта, либо золото. Поэтому крипта такая дорогая, потому что спросите любого неофита, он говорит крипта. Он не хочет золота. Но это отдельный разговор, очень серьезный, который тоже, кстати говоря, поменял нашу жизнь. Если бы не было крипта, наверное, золото было бы сейчас 3 тысячи, 4 тысячи. Но гигантские денежные массы пошли в крипту. Хорошо это или плохо? Ну, можно сколько угодно об этом рассуждать. Но пока мы рассуждаем, возникают не только фьючерсы на Чикаго, но и вторая производная. Возникают уже ETF-ы, которые будут торговаться на крипту. Это опять же реальность. И если одни запрещают Индия, Турция, Китай, то другие говорят, это стихийное бедствие, которое надо возглавить. И начинают возглавлять это. Это становится очень интересным. Если не все запрещают, что дальше? С другой стороны, мы понимаем прекрасно, что крипта, это, ну, если хотите, с другой точки зрения, понятно, что это побочный продукт блокчейна. Но крипта, это какой-то цивилизованный ответ к этому каналу комплайнса, который есть. То есть сегодня перебросить вам там битки, мне нужно просто нажать на кнопку. Другое дело, что у вас будут проблемы, когда вы попробуете перейти из фиата крипта, фиат крипта. Но это отдельная история, и сегодня это еще возможно. Вот на стыке этого все это будет развиваться. Будет ли ограничиваться вот этот вот шлюз или нет? Как он будет запираться? По идее, регуляторы должны это регулировать. Американцы говорят, да нет проблем. Хотят резвиться в крипте, пускай резвятся, просто налоги пускай платят. Наверное, этот тренд возобладает, но с другой стороны, как контролировать эти транзакции? Ну, практически никак. Тогда вопрос другой. Контролировать можно не транзакции, этих этих тоже можно контролировать. А контролировать можно результат. Ты получил крипту, и вот тут тебя и контролируют. Как говорится, тут тебя и поймали. Ладно, это отдельная история. Золото. Вот золото пока болтается. И многие говорят мне, слушай, а чего ты цепляешься за это золото? Зачем ты держишь акции, там, золот добытчиков? Ну, как-то все это... У меня ответ очень простой. Да, это вырывается из всех революций, которые происходят на наших глазах. Но я задаю себе один вопрос. В тот момент, когда инвестор скажет, ой, а куда бежать? Он побежит туда. Считайте, что это моя страховка. Мы же страховку держим на дом, там, не знаю, на все, что угодно, на жизнь. Это моя страховка. Можно воспринимать это так. Сегодня не модно. Сегодня растет другая страховка в виде битка. Но в какой-то момент все равно эта страховка, наверное, выстрелит. Ну, мобильное приложение, я уже говорил, вот эта вот возможность группироваться, возможность получить информацию, возможность прочитать какой-то телеграм-канал и принять для себя решение. Это нечто фантастическое. По сути своей, вы знаете, вот я себе задаю вопрос. Как работал классический инвестиционный банк? Вот у него есть набор, довольно большое количество аналитиков. Аналитики сидят, есть старшие аналитики, есть аналитики по металлургии, по машиностроению, по химии, да-да-да-да-да. Обычно в крупных инвестиционных банках, это так до сих пор, даже по нефти три аналитика, в каком-нибудь Голдом Саксе. Не знаю, там, по газу два аналитика, ну и так далее. Их много. Господа, жизнь-то изменилась. И сегодня вот все эти огромные отчеты никому не нужны, их никто не читает. Люди перестали читать. Люди, в принципе, перестали читать. Человеку нужно буквально вот, вот, мне постоянно говорят, чего ты выпендриваешься? Максимум один скролл. Приходят ко мне маркетологи, один скролл, все, нельзя больше. Нельзя, люди не будут читать. Думаю, может, правда, надо что-то делать. А с другой стороны душа прет. Но это отдельная история. Реально, это тоже проблема. Не нужны, вроде как, такие исследования. А с другой стороны, они нужны? Ну, правда, нужны? Хорошо, если они нужны, то жизнь все равно меняется. И зарабатывать больше какие-то вот, которые просто ставят на тренд. Не знаю. Но это вопрос, который очень серьезный. И он будет являться революционным фактором все эти ближайшие годы. Я думаю, для нас, для каждого верить классическому правильному анализу. Потому что что такое правильный анализ? Так или иначе, простейший вопрос, который мы себе задаем. Зачем я что-то делаю? Зачем я покупаю любой актив? Чтобы получить денежный поток. Правильно? Это разумно. В этой революции быть не может. Но не может в этом быть революция, потому что мы покупаем дом. Либо для жизни, это понятно, потребительное свойство его. Чтобы не жить на аренде. И психология. Либо, чтобы его сдавать. Иметь положительный денежный поток и зарабатывать. Значит, зачем я покупаю тот или иной актив? Окей, дивиденды. Хорошо, не платят дивиденды. Тренды. Хорошо, тогда вопрос, who's the next? Кто следующий, кто купит это? Хорошо. Понимаете, мы все равно приходим к тем же вопросам. Потому что они вечные. И ничего нового пока не изобретено. Но произошла, тем не менее, вот транзакция целеполагания. И люди, вы знаете, вот очень интересный момент, который я хотел обратить ваше серьезное внимание. Что вообще произошло? Люди сидели на депозитах. Триллионы рублей, десятки и сотни миллиардов долларов, триллионы долларов на депозитах. Банки классически зарабатывали. Депозит, кредит. Как говорится, на те 2% и живет. Окей. Люди пошли на фондовые рынки. У людей появились приложения. И тот, кто сидел на депозите, прибегает и говорит, слушай, хочу удвоить свои деньги. Я говорю, да, пожалуйста, нет проблем. Покупаем фьючерсы, что там растет, нефть и вперед. А если упадет, я говорю, тогда теряем. Ну это, понимаете. Вы думаете, это смешно? Вы думаете, такое не бывает? Ко мне приходят такие люди и говорят, слушай, Борисыч, тут такое дело, квартиру надо купить, не хватает. У меня недавно был разговор. Слушай, будь человеком. Подскажи, вот мне надо, ты же знаешь, что там вырастет. Надо купить, чтобы вот там процентиков 20 это за месяц сделать. Ну люди же делают сейчас, что? И вот, давай, мне надо квартиру купить. Я говорю, да-да-да, конечно, конечно. А если нет? Да нет, ну ты знаешь, все нормально. Анекдоты. Друзья, это не анекдоты. Это наша жизнь. И огромное количество людей искренне считают, что, а, лидеры мнений все знают, нифига не знают. Так как и регуляторы. Это во-первых. И во-вторых, ну они не отдают себе отчета в рисках. Они не понимают, что это риск. Для них это что-то теоретическое. Это ужасно. Таким образом, у нас получается трансформация из депозита, где люди спокойно сидят и понимают, что они будут иметь, в гемблинг. И таких масса огромные. Даже люди консервативные говорят, ну хорошо, 80% тот, ну 20-то, давай что-то придумаем. Вот это ужасно. И, ребята, если вы думаете, что это в России, да черт из-за этого, это по всему миру. Так что, эта трансформация целеполагания приводит, и через, опять же, большие соблазны, приложение приводит к ужасному. Ну а теперь поговорим очень коротко, все-таки о том, кто выигрывает от текущей изменений. Реально выигрывает. Проигрывает, понятно. Мы уже поговорили, но это масса. И туризм, и так далее. Кто выигрывает? Да, роботы, да, каннабис, потому что сейчас новые отрасли, все равно она развивается. Да, искусственный интеллект, и, соответственно, все, что связано с бигдатой, это будет расти. Кибербес, естественно, финтех. Разговариваю с ребятами, которые вкладываются в предпио, они говорят, мы любим только финтех, потому что в этом сейчас революция. Я говорю, ну да, в этом революция, правда. С другой стороны, вспоминая свой банк, эту контрреволюцию. Биотех. Биотех и медицина. Вы понимаете, что реально идет революция в сфере медицины сегодня. Реально. И вы знаете, кстати, это видно по рынку труда. В Америке сегодня, в Канаде, опять же, не найти специалиста в области IT, не дают любые деньги. По кибербезопасности, ну, то, что я узнал от одного из руководителей российского, скажем так, сектора кибербезопасности. Одну нашу уважаемую компанию объявили, так сказать, ну, поставили под санкции. Все понимают, о чем мы и говорим. Что происходит на завтра? На завтра ее лучшие специалисты получают письмо счастья, предложение от ведущих американских корпораций. Все. Все понятно. Абсолютно. Это наш пир. Дикий дефицит кадров и дикая, понимаете, вот изменение структуры потребности кадров. А это отражается и на фондовом рынке. Мы видим тренды. Так вот. Когда я говорю про финтех и коммуникации, бигдату, естественно, я не могу не коснуться отрасли кибербезопасности. Мы же понимаем, что это тренд. Поэтому, когда мне говорят «Чекпоинт» или еще какая-то компания «Норд-Адлайкл» дорогие, я говорю, да, это правда. Но с учетом растущих рейсов, с учетом того уровня вымогательства, который идет, мы же понимаем, что это будет расти довольно серьезно. Все эти отрасли являются одними из ведущих, скажем так, в будущем. И я здесь привел некоторое количество компаний. Там та же кибербезопасность, это «Чекпоинт», это «Чекпоинт», это «Норд-Адлайкл». И посмотрите, все эти компании безумно дорогие. Самый дешевый из них там «Чекпоинт» по ПИ, например, 17. Ну, даже нет, сегодня «Норд-Адлайкл» уже дешевле. Вопрос не в этом. Пиес 5.8, Пи-17. Ну, ребята, это совсем недешево. И тем не менее. Ну, у них, правда, долгов почти нету и так далее. Дело не в этом. Посмотрите тот же «Фортинент», который сегодня торгуется по ПИ-16 практически, по ПИ-79. Кого-то это пугает, нет? Потому что доходы у них будут расти. Я не призываю вас это покупать. Я просто хочу сказать, что вот современные тренды, они делают безумно дорогими вот эти компании. Искусственный интеллект, тот же IBM. Это очень интересная компания. Кстати, обратите внимание, я думаю, что это один из тех объектов, которые можно спокойно покупать, несмотря на их будущее разделение. То есть речь идет о суперкомпьютерах, с одной стороны, квантовых, с другой стороны, это искусственный интеллект, бигдата и то, чем они занимаются, плюс сервисы. Это интересно. Но обратите внимание, эта компания может немножечко выделяется. А так, ну, тот же Salesforce при своих PS-13 и P-65, ну, безумно дорог, и тем не менее, очень неплохо себя чувствует. 5G. Ну, ваш покорный слуга. Вот меня постоянно, так сказать, в передаче я веду, упрекают за то, что у меня отвратительное качество звука. Ребята, это не качество звука. Микрофоны 18 раз менял. Покупал самые дорогие американские фигни, все это, качество интернета. Ну, я не резидент России, и мне приходится часто быть за границей. Для меня вопрос качества связи вопрос номер один. Нахожусь, допустим, в Турции, в Стамбуле, в пятизвездочный отель, все шикарно, связь ужасная. И из-за этого все. Поэтому вопрос 5G, это вопрос не просто того, что будет хорошая связь, а это вопрос будущих изменений, которые коснутся всего нашего образа жизни, в том числе вашего. Почему? Потому что если будет везде в мире, а это развивается, 5G, то каждый из нас начинает думать, а зачем мне зимой сидеть, например, в Питере или Москве со свинцовым небом? А почему бы мне не посидеть, скажем, где-нибудь, где хороший климат греет солнышко? Если 5G, я могу работать так же. В Москву прилететь там на пару дней, если надо очень, не вернуться. Это меняет кардинально состояние всех дел у многих. И возникают вопросы, зачем нужна офисная такая недвижимость. Возникают вопросы медицины, потому что мне нужна хорошая, качественная медицина везде. Понимаете, это меняет все. Вы знаете, каких специалистов, опять же вернусь, не найти сейчас в той же Америке и Канаде по ремонту домов? Почему? Потому что изменилась среда обитания человека. Понимаете, такая базовая штука. Люди больше сидят дома, и им, естественно, нужно больше каких-то других вещей. Ну, в частности, если ты работаешь, тебе нужен кабинет. Если ты раньше имел себе кабинеты на работе, то зачем? Или сейчас дикий спрос, скажем, на южную недвижимость. Потому что, почему? Может, человек говорит, а зачем мне сидеть в Москве, если я могу сидеть в Сочи и прекрасно оттуда рулиться в Медилане? Ну, прилечу, улечу. Понимаете, меняется все. Дикий спрос на этих людей и так далее. Поэтому, ну, в основе всего коммуникации, если у нас нет сетей 5G, то мы не можем делать многие вещи. Это вопрос для многих жизни и смерти. Ну, это значит, что эти компании могут быть дико востребованы. И я удивлен, честно говоря. Ну, эти НТ, с ними все понятно. Почему они такие дешевые мультипликаторы? Просто потому, что там гигантский долг. Ладно, с этим я еще хоть как-то смириться могу. Но почему Nokia такая дешевая, понять не могу. Ну, действительно, посмотрите по PS 1.3. Так что даже сегодняшний рынок, вот что интересно, нам говорит о том, что, в общем-то, есть идеи достаточно недорогие. Тот же IBM, тот же Nokia и, ну, с Qualcomm там уже все более-менее понятно. Но, тем не менее, все равно по нынешней жизни, по нынешним дешевым деньгам тоже недорого. И, кстати, последний очень важный вопрос, друзья. Там у меня много еще чего есть, я не хочу сейчас касаться этого. Кто хочет, я могу поделиться, так сказать, всеми этими вещами. Сегодня у нас разговор с вами немножко философский. А давайте рассуждать, P.E. 18-20, это дорого или нет? Ну, профессионал скажет, а сколько стоимость денег? Какие ставки по дисконтированию? Если стоимость денег 0 или почти 0, то P.E. 10-15-20, это как подарок, как лидер. А что будет со стоимостью денег? Тогда вот это становится ключевым вопросом. Почему я постоянно об этом пишу? Инфляция, ставки, стоимость денег, потому что это основа. Если мы не понимаем этих вещей, не следим за этим, это беда. Это тоже сегодняшняя реальность. Сегодня самое важное, это в итоге стоимость денег. Потому что из-за нее будут пересчитываться все мультипликаторы. И в итоге мы сможем говорить, что дорого, а что дешево. Мультипликаторы будут меняться кардинально. Именно от стоимости денег. Но тут еще одна беда. Тут еще одна лужка, в которую мы все попали, в частности регуляторы. Смотрите, господа. Инфляция идет по миру. Тейпинг придется включать. В какой-то момент, действительно, с чего я начал, придется завершить этот процесс печатания денег. И в какой-то момент, да, придется поднимать процентные ставки. Друзья, а вы знаете, что огромное количество корпораций, даже если ставка будет увеличена на 100, 150, 200 базисных пунктов, что для нас, ну, там игрушки, чего там. Хотя я об этом постоянно рыдаю. На своем канале говорю, что, господа, мы гробим экономику. Поднимаем ставку и боремся не с тем, чем надо. Проблема в том, что и в Америке, и в Канаде, и в Европе особенно, любое поднятие ставки будет приводить к массовым дефолтам компании. И тогда регуляторы понимают, что они не могут начинать процесс поднятия ставки так быстро. В этом огромная проблема. Огромная проблема. А с другой стороны, ее надо будет поднимать. И вот это тот будущий коллапс, который может нас ждать. И это делать нельзя и то. И тогда, как Эльверский зад, недавно давал интервью, вы знаете, очень интересное, думаю, хорошему моему знакомому, она как раз говорит о том, что вспомните тогда ребят типа Пола Волкера и так далее. А что сделал Пол Волкер? Все помнят. Поднял ставку в Америке, не помню, сколько там, до 20, что ли, процентов. Друзья, ну, мы же понимаем, что это будет шок для экономики, будет смерть. Сегодня это невозможно. Но регуляторы сегодня, опять же, задумываются, а что им делать дальше? Поднимать нельзя. Не поднимать тоже нельзя. Снижать объем ликвидности нужно. А с другой стороны, эти самые китайцы, как только произошла проблема, Эвергрант, вливают, потому что понимают, что им деваться некуда. Это наводит на мысль, что как только начнутся проблемы, чиновники от политики, от бизнеса, от всего, которые руководят этим миром, скажут, что не, ребят, подождите, подождите, нам проблемы не нужны. У нас вот промежуточные выборы. Давайте дальше баночку попинаем. Новые программы инфраструктурные сделаем и так далее. И вот это интересный парадокс. Все понимают, что что-то надо делать, как из того анекдоты, но продолжают пинать банку. Вот, друзья мои, мое выступление подходит к концу. Хочу сказать следующее. Мир сегодня находится, с одной стороны, под влиянием колоссальных изменений, просто колоссальных. Революционных, да, во всем. В игроках, в регуляциях, в правилах игры, в коммуникациях, в методах анализа, с одной стороны, а с другой стороны, находится в тисках существующей модели нашей жизни, потому что никуда ты не денешься. И когда в какой-то момент возникнет проблема, то вмешаются политики, которые скажут одну простую вещь. Ребята, мы все понимаем, но надо же что-то делать. Начнут снова печатать деньги. И все наши с вами модели, которые мы разрабатываем, что вот сейчас, вот, вот они будут, и тогда мы, и мы тут подстрахуемся, полетят в чертовой матери. И что тогда будет улетать в космос? Золото? Оставляют как вопрос. Друзья, спасибо вам за ваше внимание. Я готов буду позже отвечать на ваши вопросы. Спасибо.